Мы во второй модели. Да, мы в другом доме. Вторая модель тоже на продажу. Эта модель, она с бассейном, поэтому будет продаваться дороже. Он и больше дома. В районе, наверное, трех с половиной, три шестьсот квадратных фитов. Это в метрах сколько? Дома где-то 300 квадратных метров или 320, может даже больше. Мы точно не знаем, сколько здесь. Да, потому что нам точную информацию, к сожалению, не дали, но мы пытаемся ее получить завтра. Здесь есть четыре спальни, по-моему, три или четыре ванны. Сейчас мы проверим, уточним вместе с вами. Есть офис, кабинет и есть бассейн. Этот дом будет продаваться в районе семьсот-восемьсот тысяч долларов. То есть, вот такая разбежка, ну, семьсот пятьдесят, наверное. Здесь уже есть столовая отдельная. Парадная, парадная столовая, да. Опять же, весь дом продается вот так, как мы это видим, то есть, с отделками, с... Вот здесь вот материал такой вот прям сделан очень, да, как мешковина такая синего цвета. Да, есть уже использовано дерево в интерьере, в потолке, плитка, естественно, лучше. Здесь такой офис, раз, углом вот так срезан и очень интересно. Уютненький тоже такой офис. Да, хороший. Дальше там идет выход в гараж, туалет для гостей и постирочная комната. Туалет для гостей. Ой, большой размер такой, смотри. Да, хороший. Здесь у нас... Гараж. Ой, нет, не гараж, а гараж из постирочной, простите. Да, здесь у нас для... Гараждача. Такая постирочная комната. Большая, да. Вообще, я сейчас прям встала. И раками, и машинки, и еще... Обалдеть, и всякие... Да, еще есть столешница. Да. И... Там закрыто, наверное. Да, наверное, закрыто. Так, это гараж на дверь машины. Да. Посмотрите, какой шикарный. Какая шикарная планировка, наверное, сказать надо. Да, да, да. Выходим из этого крыла. И дальше вход в зал, да. И вот лестница здесь. И оттуда можно в кухню пройти еще. Лестница, да. Сюда мы зайдем позже. Мы идем в зал. Мы похожего плана видели уже планировку. Мы снимали похожего плана дома. Но здесь немножечко этот дом, наверное, я бы сказала, компактнее чуть-чуть. Слушай, такой шикарный дом вообще на самом деле. Сделано очень много всего встроенного здесь. Вот посмотрите. Здесь два выхода на кухню. Один выход здесь. Пейнтри и еще продолжение кухни. То есть уэт бар такой считается, что ли. Я не знаю, как его назвать. Уэт бар. Господи, надо же вот... Даже вот они так делают реально вот эти фигнюши, что кажется, ну вот точно, точно здесь вот прям новина у нас стоящая. Здесь вы выходите, видите, зал. Вот там, где мы сейчас начали сожженное видео. Это, значит, такая столовая. Да. Как мне нравятся полы вот эти. Это плитка, но она сделана под дерево. И это, конечно, так обалденно. Очень много рабочего стола. Рабочая поверхность. Да, рабочая поверхность. Готовь не хочу. Как сделано? Интересно. Они сделали встроенную... Очень напоминает, кстати, помните, у нас уголки часто делали, да? То есть вот такой редко здесь увидишь, что вот они сделали решение. У меня был уголок тоже. Да, встроенная такая посидушка. Диванчик. Да, конечно, очень хороший дом. Я сразу вот прям заходишь и сразу чувствуешь, что очень много воздуха. Очень много места. И он какой-то уютный одновременно. Прелесть. Куда мы, Алена, дальше идем? Веди нас. Ну, дальше у нас зал. Конечно же, здесь мы видим, опять же, встроенное, очень много встроенных полочек таких. Красивый, декоративный такой момент. Все это уже сделано. Все это остается с вами. Представляете? Покупаете дом уже совсем вот с этим. Только вазочки свои ставьте. И то, если, может, вам вообще все это продадут. Я не знаю. Да, по поводу пакета мебели нужно уточнить. Но даже если нет, то просто привозишь и вставишь свою мебель, свой декор и все. Потолки, видите, тоже даже оформленные. Да, потолки, конечно, очень классные. В таком архитектурном месте. Тоже здесь вставлены, встроенные колонки. Ну, конечно, мы уже здесь войдемте, посмотрим, как мы рассеян. Так, сейчас. Бассейн, причем с этими чашами, с фонтаном. Посмотрите, какое место для посиделок. Здесь и вот здесь прям отдельное такое место, чтобы поставить стол, отдыхать. Вы закрыты, везде крыша, чтобы у вас... Да, и тоже встроенные колонки. Да, встроенные колонки. И какой красивый бассейн, то девочка дорогая. Он очень маленький, но, по-моему, вполне в нем все есть. Ну, он не очень маленький, уж очень маленький, но он небольшой. Я бы себе такой хотела, маленький. Небольшой. Охладиться. Простоконутой, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, посмотрите, какая огромная комната по сравнению с Аленой. Алена кофе везде пьет. Ну вот, да, только не могу чашку поднять. Да. Вот такая вот прелесть. Ну что, теперь на второй этаж? Да, второй этаж. У нас здесь есть еще второй этаж. Ага, тоже сюрпризы. Хороший. Идем через зал, через кухню. Мама пока готовит, мы пойдем наверх. Так, идем наверх. Такие вот лестницы. Поднимаемся здесь. Посмотрите, сразу отсюда видно входную дверь. И вот там офис, в который мы заходили. Здесь. Здесь обычно ставят большие экибаны какие-нибудь. Я не знаю, там зелень. Не знаю, кто достанет. Но пусть стирает, конечно, отсюда. Это надо лестницу. Вообще, я хочу сказать, кто вообще достанет и кто моет эти окна, я не представляю. Моют, нанимаешь. Ну да. Мойщиков по комнату. И посмотрите, что здесь. Какая игровая бонусная комната для детей. Для гостей. Если у вас нет детей, вы можете сделать себе бильярдную. Сделаны уже столы, прям устроенные для учебы. Здесь, смотри, телевизор. Да. Очень удобно. Это просто класс. Второй зал для детей. Вот реально. Так я говорю, нет, я говорю, а если дети выехали, то можно сделать бильярдную. Кейвмен. Знаешь, что такое можно? Или мэнкейв. 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 Да. И когда вы поднимаетесь по лестнице, с этой комнаты есть вход в комнату здесь и здесь. Но так как я стою здесь близко, подойду к вам, подойду, посмотрю. Такая вот розовая комната для принцессы. О, боже. Вы посмотрите, какие тут бабочки. Даже если кто-то на заметку возьмет, как можно оформить комнату для девочки. Вы посмотрите, какая прелесть. Это фотообои. Это обои? Конечно. Это фотообои наклеены с бабочкой. Очень красиво. Почему-то я думала, что фотообои сейчас не модно. Ой, нет, очень много красивых. Ну, посмотри, какая интересная. Лора, ты меня слышишь? Лора мне говорит, хочу фотообои на какую-то стену. А я ей говорю, ты что? Только цыгане сейчас так делают. Нет, очень много продают, и они не дешевые на самом деле. Вот видите, а тут картинка с бабочкой. Просто шикарно. Как красиво. Терракотовый цвет. Какие-то тумбочки вообще просто прелесть. Здесь кондиционеры. Сколько здесь? Два? Ну, не могу открыть. Два. Два. Два кондиционера. Закрыто. Ну, два кондиционера. Ну, неважно. То есть это очень хорошо. Первый и второй этаж, что очень удобно. Ванная, которая делит эти две спальни. Так, вот эта ванна Jack and Jill, нет? Нет, просто ванная. А, нет, просто ванная, да. Просто ванная. Ну, ванная большая. Посмотрите, двое детей, допустим, две раковины. Одна ванна у них, да? Но ванна очень светлая, кстати, с окном. Да, очень классно. И вот эти две спальни делят между собой вот эту ванну. Ого! Как классно, посмотри. Такой, как парусник, да? Вообще. Очень красиво сделано. Вы видите, да, что это комьюнити сейчас только строится. Уже много домов продано. И скажи, Алена, здесь еще можно что-то купить? Ну, вот две модели. Вот эти еще у нас остались на продажу. Еще один лот на парковке можно построить. А вот это все, что строится, уже продано? Это уже все продано. А, это уже все продано. Да, комьюнити, жилой комплекс полностью закрывается уже. То есть осталось буквально, вот мы вам показываем, ну, самое последнее, что есть. И опять же, нет гарантии, что кто-то это получит. Кто пришел первый, тот и получил. То есть, если я сейчас пришла с деньгами и говорю, я хочу купить вот этот вот. Возможно, есть очередь перед тобой. Поэтому. Может и недостатка. Как грустно. А то если бы мои подписчики пришли, купили бы, мы бы в гости ходили к ним. А, ну, опять же, никогда не нужно стесняться, нужно спрашивать, задавать вопросы. Потому что, а вдруг это ваша удача и дом стоит, ждет вас. Я всегда говорю своим покупателям, никогда не переживайте, если вам не достался дом. Ваш дом стоит и вас ждет. Да. Или он еще не родился, но родится. Посмотрите, как классно оформлена комната для мальчика. Это тоже фотобой, кстати. Вот эти вот мячи. Да, да, да. Теперь я уже поняла. Посмотрите, как это мальчик занимается, допустим, бейсболом, да. Это его ванна. Здесь бейсболист. Гардеробная, посмотри. У-у-у. Как здесь все запущено. Ты посмотрите. Как гардеробная, обалденная. Мне очень нравится. Очень нравится. Вообще, хочу вам сказать, три года назад дом 700-800 тысяч, это был такой, это дорого дом. Сейчас 700-800 тысяч воспринимается абсолютно нормальная цена. Вообще, это, конечно, это так странно очень воспринимается, но что это так вот. Вот, если что-то меньше миллиона, уже кажется, нормальная цена. Да. Еще одна комната, и со своей тоже отдельной комнатой. Угу. То есть наверху у нас четыре спальни и три главные. Посмотрите, как интересно сделано. Вот посмотри, а почему так сделано? Душевая? Душевая, и посмотри, как висят занавески. А так всегда, это декоративные занавески. Ну, почему именно все? Это декоративная занавеска. Ты ее не пользуешься, это просто декор. А, ну ты что, это просто декор? Просто декор, ты не пользуешься. А мы привыкли... Нет, ну, дальше ты добавишь еще сюда ту, которую... А, все, поняла. А это просто декор. Нам даже как интересно, видите, какой декор, оказывается, делают. А я думаю, как же закрываться? Нет, нет, нет. Как же прятаться? Голенькая же. Нет, конечно. Так, а здесь вот маленькая гардеробная. А там большая, но все равно. Как бы, если гостей, так гостям абсолютно достаточно. Да, вот так вот очень мило. Хороший дом, достаточно большой, просторный, днем есть. Все для хорошей большой семьи. Да. Я бы сказала, такой дом подойдет очень хорошо для семей с тремя детками, если родители с вами живут. Но для родителей она сложновато, потому что все комнаты в основном вторичные на втором этаже, а главное на первом этаже. Поэтому, наверное, дом для семьи с детками. Ну, молодые родители тоже бывают. Трое деток. Поэтому я не думаю, что многим будет сложно подняться на второй этаж. Вот такой еще вам вариант показали. Да, очень классно. Спасибо, Алена. Не пропадай у нас надолго. Ты у нас тут пропала, так все начали переживать. Ну, простите, да, немножечко приболела. Приболела, так потом еще в поход пошла. Банальная ангина на месте затянулась, к сожалению. Но в поход дело святое. Я к ней бы по месяцу готовилась. Наверное, в походе она и выздоровела, кстати. Воздухом надышалась. Шикарная природа, источники подземные. Так что приезжайте. У нас очень много подземных источников. У нас есть чем заняться здесь. А в палатках вообще шикарные походы мы устраиваем. Вот так вот, угонили. Класс. Так, ну что, пойдем попробуем посмотреть бассейн и игровую площадку. А, пойдем. Вот представьте себе, мы были только что вот в этих двух моделях. Если вы покупаете одну из моделей, бассейн... Шаговой доступности. Просто на вашем бэкьярде, можно сказать, да? Потому что бассейн, который здесь находится, он просто вот здесь. Мы идем на бассейновую территорию. Здесь какой-то красивый. Ну да. Какая красивая. Розовый с таким углублением. Очень красивый. Он видишь в этих... Ой, видишь в личинках. Ну, надо лечить его. Так. Ну, здесь такая общая зона. Здесь можно снимать. Кстати, здесь спортивный клуб. Ага. Здесь у нас... Здесь можно снимать для праздников и рождений. Так. Да, видите. Здесь так конференц-рум, можно сказать. Ну, можно все что угодно здесь делать. Да, и праздники, и проводите какие-то встречи. Да. И все это у вас на бэкьярде, если вы покупаете вот эту модель. Басик. Посмотрите, какой бассейн. Очень хороший размер бассейна. Купайся, не хочу. С одной стороны вы можете зайти как по песку. С другой стороны вы можете нырнуть. Да, очень много. А там... Вот там уже хорошая зона. Там тоже бассейн? А, нет, там фонтаны какие-то, да? Да, наверное. Да. Ой, а здесь зона тоже посидеть. Что это за зона такая? Я думаю, тут такая сплэш-зона. Вода пылькается, и дети бегают. Да, да, дети бегают, тут фонтанчики, а родители сидят, смотрят. Да, можно нажать. Между собой сидят, болтаются. Я думаю, сейчас, наверное, не работает. Я думаю, что я могу нажать. Ой, господи. Так, у нас Алёна стала директором фонтанов. У нас есть уже один. Такая прелесть. Да. Такая прелесть. Ну вот, видите. Теплая, да? Ну вот, видите, как классно. Здесь плейграунд для детей тоже, да? Очень хороший. Ну вот. Хотите бассейн? Хотите бегать по фонтанчикам? Фонтанчикам. Трелесть какая, глядя. Ну. Я сама не побегала сейчас. Ну я тоже бы, кстати. Блин, так хочется прям, правда. Да пойди. Да и пойду. Себе легко снимать. А вдруг они сейчас будут высоко бить? Нет, они вот так бьют. Так. Ой, как хорошо-то. Целый-то день в этих туфлях. Все тоже надоело. Ё-моё. О! Алёна, ну ты поезжай. Ой, какая прелесть-то. Не все в туфлях. Или в туфлях. Не все в туфлях тут ходить, как говорится. Боже, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Как мне это все нравится. Смотрите, какой плейграунд для детей. Ваши детки с удовольствием будут прыгать, а вы будете на этих качельках качаться, на них смотреть. И качельки, и какие-то дворочки. Если мульча и усыпана, то есть они ударятся. Для многих душ. Душ для многих душ. А, нажимаешь, держишься, и он бьется. Да. Все, я спустила. Так. И я хочу показать вам размер этого бассейна, на самом деле. Потому что его трудно понять, если вы не видите меня, ходящего в бассейна. Ну а как без этого-то? Луни. Да, я сирена. Субтитры сделал DimaTorzok Я вообще, меня знают на канале, что я люблю слать, забираться и купать. Я много раз это делаю. Но сегодня я так не увидела. Я уже не хочу забыть тебя. Но когда любишь кого-то, ты можешь оставить ее. И cuentы о плене, как фокусы в арене. О, как сиренас, это не было реально. Все свои весы и каристи. И все мои темы, я тебя останусь. Сейчас мы проедемся немножко по самому комьюнити и покажем, что, как и где. И вот, как только мы выехали с бассейна, вы видите на левой стороне те модели, в которых мы были. В принципе, естественно, идти буквально, я не знаю, минуту, наверное, до бассейна от этих моделей. Так, ну что, Алена, ты вообще здесь много раз была в этом комьюнити? Ну да, конечно. Да, это хорошая очень часть именно этого города. Во-первых, близко находятся здесь магазины, рестораны, кафешки, хорошие развилки дорог. Мы однозначно проедем одну плазу, вторую плазу. Вторая плаза здесь огромная. Она находится буквально в сколько? Десяти, тринадцати минутах максимум езды. Но там огромное количество тоже и магазинов разного плана, и строительные, и хозяйственные, и продуктовые, и одежды, и обуви, и косметики, и даже международные есть магазины, где я покупаю всякие вкусняшки из Европы. Больше нигде не могу найти. Просто я в своё время жила не так далеко. На самом деле здесь я прожила восемь лет. Поэтому я очень хорошо знакома с этим районом. Я его понимаю, очень люблю, и до сих пор возвращаюсь даже в эти магазины, рестораны сама. Ну, потому что нравится. Как-то привычка осталась и приятная. Во-первых, здесь очень хороший ассортимент. Хорошие товары завозят. Здесь, скажем так, хорошего уровня живут доход по доходу. Это говорит о том, что играют дети, и чтобы мы очень медленно ехали. Посмотри, прям посреди дороги. Ставят такие штучки. Да, ставят такие штучки. Да, чтобы мы медленно ехали и обратили внимание, что играют детки. Мне нравится это. Да, это хорошая штука. Доберман, что ли, да? Дог. А, дог. Вот ты помнишь, да, такую породу док? И по-английски док. Хотя похож на этого, на грейхаунда, да? Да нет. Вот такие домики. То есть он еще новый, конечно же, жилой комплекс. И причем весь продан уже. Я поверить не могу. Мы едем сейчас, только стройки, и вся эта стройка уже продана. Даже есть лоты, которые просто пустые и уже проданы. Да, да. Деревья еще молоденькие, но все подстроится. Здесь комплекс разделен на два застройщика. Вот мы сейчас едем часть, которую застраивает застройщик Полти. Они тоже уже все продали. Вот их модельные дома вот здесь, два домика. И вторая часть Тейлор Моррисон. Вот он такой комплекс, разделен на две части, на два застройщика. Они поделили. Все, выезжаем. Да, сейчас мы выезжаем. Сейчас мы подъедем к Плазе, которая здесь рядом. Мне так нравится эта Плаза. Там так классно. Сейчас я вам покажу, когда мы будем в нее уезжать. Буквально 10-13 минут отсюда. Вот мы проезжаем мимо еще одной Плазы. Самая такая ближайшая Плаза. Здесь тоже находится пабликс, ресторанчики, банки, кафе, бары есть такие неплохие. В общем-то, то есть это ближайшая Плаза. Например, вот здесь, но мы едем к следующей Плазе, которая немножко дальше, она еще больше, еще интереснее. Но я к чему веду это? К тому, что инфраструктура здесь, она очень развита. И всегда к любому комплексу они строят Плазы с магазинами продовольственными, чтобы были как минимум какие-то кофейни, кафешки, ресторанчики небольшие, фастфуд, быстрого питания рестораны. Но мы сейчас едем дальше. Мы чуть-чуть дальше едем. На мою любимую Плазу. Вот мы сейчас подъезжаем, это 429-я дорога. Вот здесь просто это очень важно, знаешь, когда есть хорошие развилки дорог, с которых ты быстро доедешь туда, куда тебе надо, в любую точку. То есть до Центрального Орландо отсюда я доеду прекрасно за 15-17 минут приблизительно. Так что это тоже важно, жить там, где есть хорошие развилки дорог и быстрые соединения. Так что вот, вот это пошла скоростная дорога. Это можно сказать у Центра у самого. Да, мы едем сейчас по проселочной, а вот рядышком с нами скоростная дорога. И на нее, естественно, выезды. Сейчас мы подъезжаем и будем уходить с вами налево, а направо, если повернем, сразу же начинается другой город, который называется Виндомир. Достаточно тоже такая престижная локация в окрестностях Орландо. Вот мы сейчас подъезжаем, вот направо мы будем сразу же с вами в Виндомир. А налево это наш Винтергарден. Вот здесь они как раз-таки встречаются. Точка встречи. Место встречи изменить нельзя. Ну да. Да, тоже очень престижная локация с прекрасными школами, с прекрасными домами. Тоже здесь будете чувствовать себя очень комфортно и уютно. И вот они оттуда, кстати, ездят вот на эту плазу, куда мы уже с вами подъезжаем. Так, ну вот у нас плаза, в принципе, начинается сейчас по правой и по левой стороне с разными магазинами, но мы едем до главного въезда в нее. А с левой стороны, кстати, видите краны, я не знаю, видите вы их или нет. Там уже стоит госпиталь, но сейчас достраивают еще некоторые корпуса. То есть есть больница рядышком, что очень-очень тоже хорошо. Один из въездов сюда вот на плазу. То есть, опять же, мы видим заправка, эти гости, господи, банки. И там мы проедем. Здесь есть все, абсолютно все. Да, мы сейчас проедем, немножечко покажем. Но здесь вот по обеим сторонам этой дороги, дорога называется Daniel's Road, и вот здесь есть вот такая Winter Garden Village Plaza. А какая зеленая эта эрия? Да, здесь... Это не передать просто. Вы посмотрите, какая она зеленая везде просто. Зелень, зелень. Ну вообще Флорида, конечно, сама по себе зеленый штат, такой зеленый тропический штат. Но здесь очень все, конечно, красиво и ухоженно, и все новое. Видно, что все такое новое. Не знаю, просто... Ну деревья, конечно, тем более сейчас зелень такая новая, зеленая весенняя, да, прям сочная. Я не могла налюбоваться, конечно, когда мы были в походе. Мы же были в национальном лесу. Тоже высокие деревья, и высокие сосны, и дубы, и даже какие-то кленовые были. Очень красиво. Такая сочная зеленая зелень. Вот опять же, вот они ресторанчики, кафешечки. Вот мы проезжаем. Здесь все-все-все есть. Абсолютно огромная плаза со всем, что вам нужно. То есть вам не нужно никуда больше выезжать. Достаточно приехать только сюда, и вы здесь получите все, что вы хотите. Маникюр, педикюр, прически. Купите одежду, обувь. И вот мы заезжаем с вами в главный въезд. Да, здесь посмотрите, как здесь класс. Вот отсюда, от этой плазы, вот она называется The Grove. Я жила буквально 5 минут. 8 лет я прожила практически в этом районе. Я до сих пор обожаю именно эти магазины. Я сюда возвращаюсь. Пожалуйста, Bath & Body. Это крема. Victoria's Secret магазины. Здесь же фитнес-центр очень большой. Bath & Beyond. Магазин Nike. Пожалуйста. Или Nike, да, по-русски говорят. Тут же мы сейчас, вы увидите, очень много хороших ресторанчиков. Детский магазин. Вот этот Carters. Они очень хорошую делают детскую одежду. Что здесь от Nike. Вообще очень огромный магазин здесь, кстати. Вот он. Да, вот он с этой стороны слева. Так. Bed Bath & Beyond. Это магазин такой с хозяйственными всякими разными вещами для женщин. Здесь вот прекрасный ресторан суши. Здесь даже есть гостиница. Она на самом деле никому неизвестна, но она есть. Кто приезжает сюда, вот именно из сотрудников, работников этой плазы, вот они в гостинице, руководящие звено, они сюда, значит, их селят. Здесь есть гостиница маленькая. Хорошие магазины одежды. Вот он, Hotel Almira. Вот он. Но его почти незаметно, да. То есть об этом мало даже кто знает. Но здесь можно остановиться кто угодно, да? Ну, я не знаю насчет кто угодно. Я точно знаю про руководящие звено. Best Buy даже здесь. Best Buy. Old Navy магазин. Ну, давайте проедем по той стороне, уже раз мы сюда едем. Влево Joanne. Это все, что для вышивания, рукоделия, для женщин очень кто любит, да? Берлингтон. Ой, кстати, такой хороший Берлингтон здесь. Это новая локация. Очень хороший. Строительный магазин Loves здесь есть. Я тоже очень люблю сюда. Раньше приезжала, рождественские елки покупала. Best Buy магазин электроники техники. Дальше вы сейчас увидите Old Navy магазин. Ross, Home Goods, Marshalls, Target, Super Target. То есть вот-вот, я знаю, что может для кого-то это ничего не говорит, но кто живет в Америке, вполне поймут эти названия магазинов. Ross магазин одежды. Home Goods, это... Ой, Home Goods обожаю. Товары для дома. Боже, как я обожаю Home Goods. Это декор, это посуда, очень хорошую, кстати, посуду. Я здесь такой прекрасный набор Ralph Lauren собрала. Просто чудесный. И накрываю им стол. Home Goods это вообще часть Marshalls. Да, Marshalls, Home Goods и TJ Maxx. Это одна и та же компания. Вот здесь Marshalls. Это магазин одежды, обуви и тоже небольшого декора для домов. Дальше у нас Super Target. Вот мы объехали чуть-чуть. Что-то у них тут какой-то прям ивент, палатка стоит какая-то интересная. Очень большой Super Target. Это тоже и магазины одежды, и товаров для дома. Посмотрите, как переходит дорогу американцы. Вообще, ну, люди, кто живет в Америку. Почти никто не смотрит направо или налево. Просто идут через дорогу. Потому что знают, что мы остановимся. То есть мы обязаны остановиться. То есть здесь именно водители боятся пешеходов. А не пешеходы-водители. Да, да. Здесь уважение к пешеходам очень большое на самом деле. Да. То есть вот они переходят, мы должны остановиться, да, тема дорога. Да, причем даже если мы очень далеко, мы должны остановиться. Смотрим. Лялькин. Так. То есть они не перебегают дорогу, быстрее, знаешь, так, торопятся. Нет. Они переходят в свое, да, в свое время, да, как им удобно переходить. Здесь вот рестораны быстрого питания, пожалуйста. Макдоналдс здесь есть. Чикфилей, но на другой стороне. Чепотла. Чепотлый, пожалуйста. Очень люблю чехотку. Это мексиканский гриль. Здесь же, пожалуйста, вам и парикмахерская, и маникюр, педикюр. И все это настолько близко вот от этих домов, которые мы показали сейчас вообще. Да. Зубной кабинет, пожалуйста. Близко в сута. Банкбелл, Сфарго. Вот сейчас мы туда проедем, там вы увидите еще ресторанчики, Панера Брэд, это уже такой тоже как бы вроде бы... Мы, кстати, только что сегодня кушали в Панере Брэд. Да, мы перекусали. У нас сегодня приезжала клиентка, ему показывали дома и... Делали маленький ланч именно там. Ну, это такой, скажем так, быстрого питания ресторан, но получше классом. И удобно туда забежать и покушать. Здесь, пожалуйста, Ульта, это магазин косметики, Famous, значит, Footwear, это обувь. Bed Bath Beyond, это все для дома. World Market, это магазин, про который я вам говорила, Обалденный, он такой интересный, кстати. Да, там, где я покупаю вкусняшки из Европы. Men's Warehouse, это, кстати, все для мужчин. Хорошие костюмы здесь можно купить, купить им рубашки. Kirkland, это тоже такой для дома декор-магазин. Декорации разные, картины, какие-то вазы, какие-то там штучки, трючки. Там дальше магазин мебельный есть. Ну, то есть, вот... Все абсолютно. Мы проехали с вами, да, здесь все. Что самое интересное, опять же, повторюсь, госпиталь здесь находится рядом. Какая красота, посмотрите. Да, да. Bonefish, это такой хороший ресторан. Дорогой ресторан. Хороший ресторан, да. Ну, этот район, он такой, скажем так, для хорошего уровня достатка людей, поэтому здесь, естественно, собрано все, что соответствует их качеству жизни. Вот. И даже если мы возьмем тот же Marshalls, Homewood, вот там привозят товары, которые люди купят, то есть подороже. И всегда очень хорошие товары можно найти. Haberties, это магазин мебели. Staples, это магазин, офис, офис для офиса, то есть бумага, ручки. Pantsmart. Да, магазин для животных. Пати-сити, это когда у вас вечеринки всякие разные. И вам нужна красивая, одноразовая посуда. Да. Скатерки, какие-то декорации, еще что-то. Да, все здесь можно найти абсолютно. С той стороны, вот справа, получается, это у нас строительный магазин Lofs, что я вам сказала, огромный, большой. Вот как раз сейчас очень много продают цветов, рассады, деревья. Сейчас люди все сажают у нас все. Вон, посмотрите, сколько, посмотрите, просто, просто. О, боже, мне сюда нужно привезти маму. Я сама хочу здесь походить. Да, здесь очень хорошо. Боже, мы сколько. Это, кстати, очень много, ведь сколько рассады привезли, всего-всего. Да, мы тоже любим ходить в Лос, чем-то покупать. и плюс строительные материалы, все здесь есть, очень много всего. Так что, эта локация очень хорошая, то есть, вы живете, поблизости, у вас находится абсолютно все, вам не нужно куда-то далеко уходить. Поэтому, инфраструктура в этом вот именно районе, она очень хорошая, и все для людей, как говорится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова